Привет всем! Сегодня очередное видео о моих пустых баночках этого месяца. Как вы знаете, у меня каждый месяц практически заканчивается достаточно большое количество продуктов, так как я широко использую их. И очень люблю также делиться своими впечатлениями, и в особенности интересно, наверное, буду ли я покупать продукты еще раз или нет. Давайте начнем с продуктов как бы гигиены. Не могу не сказать о дезодоранте, о котором я говорила в предыдущие, в предыдущие, наверное, пару месяцев. Это Leif's, дезодорант незаметный. И у меня был аромат Deodorant Stick Active Citrus & Bergamot, то есть цитрус и bergamot. Весьма и весьма интересный аромат, свеженький такой. Ничего неприятного в нем не заметил, очень менее сексовый также запах, я думаю, подойдет кому угодно, и это один из натуральных дезодорантов. Глицерин, силика и так далее. То есть достаточно увлажняющая штука, я могу сказать, да, действительно увлажняет подмышки неплохо, и вполне работает для меня во всяком случае как дезодорант. Не как антиперспирант, конечно же, но, с другой стороны, мы же не ищем антиперспиранты натуральные, их просто не существует. Алюминий, это единственное, что действительно намертво закупоривает поры и совершенно предотвращает потоотделение. Но зато никаких особенных запахов в конце дня я не наблюдала с этим дезодорантом. Далее. Для зубов. Этот продукт я тоже упоминала в своих любимцах на самом деле, это Zion Health, Natural Mint Flavor Clay Bright White. Это, они говорят, отбеливающее, но на самом деле глиняная зубная паста, основана на глине. И ингредиенты это вода, силикат, глицерин, кальциумфосфат и глина разная. И несколько других ингредиентов тоже в той же микстуре, алоэ вера, экстракт зеленого чая, метол. Такие свеженькие масла, которые подсвежают. Делают запах довольно свежим от этой пасты и сделано в США. Очень-очень советую попробовать, я купила уже, вот за это я сама платила и купила еще даже дополнительный тюбик, который буду обязательно пользоваться. Мне очень-очень понравилось, советую испробовать именно этот бренд, если вам нравится натуральная паста или идея того, чтобы чистить зубы чем-то натуральным. На самом деле, в принципе, я советую глиняные пасты, поскольку они действительно хорошо полируют, очищают зубы без того, чтобы царапать эмаль, что содиумбикарбонат, бикарбонат соли может делать. Может быть я неправильно по-русски произношу, извините, в школе на русском не училась. А далее, зубную щетку хочу описать. Почему? Потому что вот эти вот экологические зубные щетки, они на самом деле достаточно дорогие. Хотелось бы не советовать вам щетку от Pearl Bar. Pearl Bar прислали мне щетку и зубную пасту на пробу, зубная паста на основе именно глины, поэтому мне она очень подходит. Там еще есть уголь и некоторые отбеливающие свойства. Я сейчас очень-очень серьезно взялась за проверку этой пасты, поскольку у меня закончилась вот эта моя любимица. Паста пока мне нравится, но зубная щетка, ну совершенно, ну вот посмотрите, я ее пользуюсь примерно месяц, не больше. И то не каждый день, потому что мне не очень нравится, что щетка довольно мягкая. Я люблю средней мягкости вот эти вот щетинки, чтобы они не были слишком мягкие, иначе у меня нет ощущения того, что зубы на самом деле чистятся. Твердые очень я тоже не люблю, но средние мягкости это как раз мое, и как вы видите, она полезла сразу же буквально. Мне не показалось, она очень хорошо очищает, мне не показалось, что качество как бы отделки этой щетки на высоте, но она, конечно же, можно ее класть в компост, без проблем она не будет разлагаться и не будет добавлять к дополнительному пластику, который мы постоянно выкидываем. В общем, идея хорошая, экзекуция, так сказать, как они это все дело забабахали, мне не нравится, то есть качество мне показалось плохим у щетки, а вот у пасты очень-очень ничего, но потом расскажу в будущем. Сейчас я люблю тестировать зубные пасты в долгий промежуток времени, сейчас нет у меня каких-то особенных проблем с зубами. Далее два продукта для волос, которые я передаю маме моей, во-первых, Rusk, это Bright Anti-Brassy Conditioner, то есть кондиционер фиолетовый, который должен помогать волосам не становиться оранжевыми, если у вас жесткая вода, у вас могут быть проблемы с тем, чтобы дышать цвет волос в порядке. Волосы могут немного порыжеветь, и все, кто, как я, у меня сейчас плохо видно, но волосы собраны в гульку, но я отбеливаю волосы, то есть обесцвечиваю их, и как раз-таки фиолетовый шампунь и фиолетовый кондиционер мне нужны. Так вот, если вам нужен фиолетовый кондиционер или шампунь для поддержания цвета, то держитесь подальше от Rusk, мне показалось, что этот кондиционер неэффективен, во-первых, в том, чтобы помогать свету, шампунь этой же линейки неплохой, его я у себя попридержала, вот кондиционер мне не подошел, я посмотрю, подойдет ли маме. Как вы видите, я довольно много его использовала, поэтому я действительно дала ему хороший шанс. Почему мне он не нравится? Дело даже не в цветовом, в цветовой проблеме, а дело в том, что это плохой кондиционер, то есть работать для напитывания волос, или для того, чтобы, знаете, как кондиционеры делают их мягкими, более шелковистыми. Мне, например, прекрасно подошел кондиционер RALA, это 100% натуральный кондиционер, без всяких вредных компонентов или компонентов под вопросом, очень-очень-очень чистая аккумуляция, и он действительно увлажняет, смягчает текстуру волос, это да, особенно, как я сказала, у меня волосы выбеленные, выкрашенные, а вот эта вот штука просто как кондиционер, мне показалось, совсем не работает, пускай мама попробует, если ей не понравится, вообще пускай выбрасывает. И Macadamia Natural Oil Healing Oil Treatment, у меня примерно половина флакона использована была, но с тех пор, как я купила совершенно случайно Moroccan Oil, Moroccan Oil настолько лучше вот этого вот густого масла, если у вас совсем убитые волосы, может быть, вот это вот густое-густое-густое-густое масло вам и подойдет, но если у вас убитые волосы, как мои, Moroccan Oil работает лучше, его я рекомендую, а вот это вот я также передам маме на пробу, но если ей не понравится, она может спокойной душой выбрасывать. У меня закончился гель для душа от Body Shop, называется Pina Colada Shower Gel, летний такой, ничего особенного в будущем буду ли покупать, скорее всего, нет, хотя я их очень много лет уже покупаю, и сейчас через запасы свои пробираюсь. Еще один продукт от Body Shop, который мне очень нравится, и если бы я нашла чистую автоматику, я была бы очень довольна, особенно вот в этом запахе, маринго, кажется, называется, да, маринго запах, ну, очень-очень приятный аромат, прекрасный аромат, и как вы видите, совершенно закончилась вот эта вот целая бутыль, 384 грамма целых у меня измазано. Советую, если вы любите Body Shop, это очень хороший крем от Body Shop, особенно попробуйте вот в этом, вот в этой формуляции с этим ароматом. Мне он понравился, но я буду искать что-то более натуральное в будущем. Давайте теперь к уходу за, к уходу за кожей. Наконец-то у меня закончилась вот эта вот сыворотка от Estée Lauder, называется она Advanced Night Repair, древнейшая сыворотка, давно уже производится, действительно хороша, называется Synchronized Recovery Complex 2. Опять покупать я бы стала, если бы я не искала более чистой альтернативы, мне кажется, прекрасная сыворотка, и тем более вам достается здесь очень большое количество, 50 мл, то есть обычно 30, а здесь в полтора раза больше почти, то есть отличная, отличная сделка, так сказать, хорошо, хорошо работает. Я думаю, что покупать в будущем, конечно же, не буду просто потому, что еще более чистая альтернатива, но если вы не помешаны на чистых ингредиентах, как я в последнее время, я думаю, Estée Lauder Advanced Night Repair это для всех сыворотка, она подойдет любому типу кожи, она подойдет практически для любых проблем, она такая мультифункциональная и как бы работает над всем и сразу, но ни над чем конкретным. И мне очень-очень-очень понравилась эта сыворотка. Дальше Hydrating Milky Mess от Pixi. Это был такой глицериновый спрей, вообще есть и стиг, да, глицерин это номер 2 после воды. И фактически ничего такого особенно интересного, кастровое масло здесь тоже плавает, но ничего такого особенно интересного в этом спреи я не нашла, я его использовала в качестве даже не тонера, я не знаю, лосьё, я его так, спрей использовала этот как попадется. Но доиспользовала, покупать опять не буду и не советую. Крем для глаз, который мне очень-очень понравился, я буду искать чистую альтернативу, называется Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado. И, наконец-то, я использовала этот крем для глаз, он у меня почти год тусовался в моей коробочке для ухода. Этот крем я очень советую от Kiehl's, он действительно хорош, очень увлажняет неплохо, притом не жирный. Можно этот макияж вносить, если вы носите крем для глаз, или крем под глаза, в то время, когда носите макияж. Прекрасная штуковина, но я буду искать более чистую альтернативу. И мой любимец, Clinique Take the Day Off Makeup Remover. Это средство для снятия макияжа от Clinique Take the Day Off, у них вся линейка отличнейшая. В будущем, если не найду альтернативы, буду покупать дальше, очень-очень хороша. Вот эта вот баночка весьма-весьма эффективна. Теперь перейдем к ароматам. У меня закончилось довольно много всего в этом месяце, как, в принципе, почти в каждом месяце. Во-первых, Шелемар Парфюм Инисиаль у меня закончилось молочко для тела. Это я с удовольствием использую летом даже, поскольку аромат, конечно, все это закончилось. Аромат, конечно же, не совсем летний, но когда вы используете формулировки молочко для тела, то есть что-то вот такое вот очень-очень легкого формата, то почти любой аромат, который вам нравится, можно носить и летом тоже. Далее я прикончила такие вот эту вот бутылочку от Герлен. Флакон Аква Аллегория Флора Роза. Не очень легко найти Флора Роза, она еще до сих пор где-то там поблизости обитает. И это фруктовый, фруктово-цветочный, очень простой фруктово-цветочный аромат. Если вам нравится фруктово-цветочный аромат из такой гривой розы, то это весьма и весьма неплохо. Но я покупать опять не буду, мне хватило. Это прекрасная замена очень плохого качества аромату от Cartier. Это называется Fleur Lisse или Lisse House. Кажется, называется, у меня есть. Целый обзор на этот аромат на моем канале. Он очень-очень плохо держался. Он очень мне понравился по запаху, он именно был таким фруктово-розовым, как этот. Но он держался просто отвратительно. Этот ему альтернатива. Пахнут они очень похожи друг на друга, но это держится намного лучше. И последнее, что у меня в парфюмерной секции, это Stella McCartney Stella. Это аромат, также замешанный на розе. Немножечко интереснее розы здесь, чем в Guerlain. Guerlain это очень простая комбинация. Здесь тоже, в принципе, довольно-таки простая комбинация розы Pion. Есть отдельный обзор и на этот аромат снятый. Поэтому я рекомендую вам посмотреть, если вас интересуют мои мысли по поводу этого парфюма. Кратко, если я покупать его опять не буду. Давайте перейдем к макияжно-маникюрным нашим пустышкам. Во-первых, пустой флакончик вот этого прекрасного лака для макия, который у меня сейчас имеется в полном варианте. Также это миниатюра Tickle My Frenzy от OPI. Прекрасная-прекрасная миниатюра. Мне очень нравится цвет, мне нравится, что можно наслаивать, можно наносить в один или в два слоя, и получается немножечко разный лук. Весьма и весьма мне нравится этот лак. И я с удовольствием прикончила. И также купила целый флакон. Поэтому можно считать, что уже купила замену. Теперь перейдем к макияжу. В смысле макияжа у меня две туши. У меня всегда довольно много туши используется. Во-первых, миниатюра от Tarte Gifted. Я купила целиком флакон. Еще поносить мне не хватило особенно сформировать мнение о Gifted. Поэтому я купила целый формат. В будущем буду использовать. В настоящий момент он у меня не открытый пока лежит. Мне очень нравится упаковка. Хорошая кисточка, хорошая... Ну, хорошо выглядит. Но дело в том, что вот эту конкретную тушь, она немножечко осыпается на мне. Но я не знаю, это потому что это миниатюра или целый формат тоже будет чуточку-чуточку осыпаться. Я посмотрю. И Clinique High Impact Mascara от Clinique. То же самое могу сказать. Вот это вот, ну, очень натуральная тушь. Очень-очень-очень натурально выглядит. И нету никакого-то особенного интереса в ней. Мне она показалась очень простецкой и не делала никакого такого особенного эффекта. Просто чуть затемняла ресницы и все. Не удлиняла, не утяжеляла их. То есть ничего не делала. Я не думаю, что эффект этот будет нравиться многим. Дальше. Два карандаша. Один для глаз от Wet n' Wild. Его я еще не прикончила, но я к нему вообще не тянется рука, поэтому я его просто закину в пустышки, поскольку я все равно его не использую. Он валяется, а кому передашь вот такой вот огрызок. У меня почти ничего не осталось. И я закончила карандаш от Nars. Цвет Круэлла очень-очень классический, красный. Это не то, что у меня сейчас на губах. К сожалению, немножко размазано, да. Круэлла неплохой карандаш для губ. Я советую, если вам нравятся вот такие вот краёны, толстенькие карандашики. Но я покупать, опять-таки, не буду, просто потому, что не чистый бренд. Далее у нас идет карандаш для бровей. Этот карандаш был в Brow Pencil Art Benefit. Я ищу альтернативу более чистую. Мне очень понравился карандаш. Мне нравится, что здесь есть вот такая вот расчесочка. У меня он закончился совершенно. Будем искать чистую альтернативу, пока не нашла, но расскажу, если найду. Последнее из макияжа, что у меня закончилось, это Young Blood Mineral Rice Setting Powder. Цвет Light. Буквально сегодня, кажется, она закончилась с утра. Я не припудривалась. Вот это после целого дня работы. Как вы видите, все это постиралось и немножечко пятнами пошло. Но прекрасная пудра. Мне понравилось. Буду ли покупать в будущем? Может быть, но в настоящий момент у меня куча пудр. Целые запасы. Целые наколонные времена. Огромное количество пудр. Мне просто не нужны дополнительные пудры. В настоящий момент поэтому не буду покупать. Но очень советую посмотреть и присмотреться. Особенно, если вам нравятся чистые бренды Young Blood. Совершенно безупречный состав. Не в чем придраться. Даже если очень хотеться будет. Итак, это все на сегодня. Надеюсь, вам было весело посмотреть, что у меня пустого в настоящий момент. Что у меня закончилось за этот месяц. И расскажите, если у вас, особенно парфюмерия, мне интересует, закончили вы какие-нибудь ароматы в прошлый месяц. Это все на сегодня. Всем хорошего дня. Всем пока.